С 2013 года каждую весну в Московской области проходит акция «Лес Победы». Жители столичного региона вместе с лесничами озеленяют города и леса. Постоянный участник эколого-патриотического проекта, городской округ Люберцы и на этот раз присоединился к масштабной посадке деревьев. Как все прошло, расскажет наш корреспондент. «Лес Победы» – акция уникальная. Она объединяет в себе сразу несколько важных направлений. Сажая деревья, мы отдаем дань памяти павшим героям, а заодно и улучшаем экологическую ситуацию в округе. А еще этот проект объединяет поколения. Каждый год в акции с удовольствием принимают участие люди разных возрастов. Все, что нужно, желания, остальное – инвентарь и посадочный материал – дают на месте. Своей задачей одна – помнить те события, помнить своих героев. Поэтому, друзья мои, всем хорошего настроения. Спасибо, что вы с нами и здесь. В этом году центральная площадка проведения акции «Лес Победы» – небольшой участок недалеко от деревни Торбеева. Работа сосредоточена на трех гектарах земли. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему выбрали в этом году именно этот участок? Это было запланировано. У нас здесь был бурелон. И после проведения лесопатологического обследования было принято решение провести здесь сплошную санитарную рубку. И, соответственно, после проведения сплошной санитарной рубки мы обязаны потом посадить новый лес. Приживаемость достаточно хорошая. Вот мы в прошлом году сажали возле Торбеева, с другой стороны, и там хорошо прижились. Постоянные участники патриотического праздника – дети войны. А среди молодого поколения юнормейцы – школьники и воспитанники Люберецких детских садов. Один из них – «Космос». Героев Великой Отечественной Матвей своей семье не застал. Но все равно мальчик понимает, для чего нужна эта акция. Посадить деревья в честь погибших. Посадить дерево и воспитать сына, последовать народной мудрости, решил и Андрей Канищев. Отец семейства считает, передавать память об ушедших героях ребенку нужно с детства. Позвал всю семью. Теперь Канищевы уверены – приедут сюда еще не один раз. Чтобы мы каждый раз, когда будем возвращаться к этому месту, мы вспоминали, в честь чего мы здесь собирались в честь Победы Великой Отечественной войны. Около двухсот саженцев, преимущественно липы, высадили вдоль Комсомольского проспекта. Здесь в акции «Лес Победы» приняли участие трудовые коллективы люберецких предприятий, спортсмены и активные жители города. На высадку липовой аллеи детский сад «Белоснежка» пришел практически в полном составе с четкой целью. Чтобы посадить побольше деревьев, чтобы у нас больше было кислорода в память о ветеранах и погибших на Великой Отечественной войне. Свой вклад в озеленение люберец внесли сотрудники Росгвардии. К посадке деревьев они подготовились основательно. Сегодня мы прошли, скажем так, определенный курс малого бойца по посадке деревьев. Поэтому в преддверии этого мероприятия мы изучили определенную литературу, конечно же. Самое главное, чтобы шейка дерева была открыта, только это, скажем так, даст возможность правильно прижиться к дереву. Чтобы деревья прижились на новом месте и не пострадали от ветра, каждый ствол бережно обмотали мешковиной и закрепили саженцы с помощью веревок и кольев. Каждый участник акции сфотографировался рядом с высаженной липой, чтобы потом ухаживать за своим деревом. Лес Победы! Это здорово! Всего в масштабной акции Лес Победы приняли участие около 6 тысяч человек. На участке в деревне Торбеева посадили 13 тысяч 200 сосен. А в черте городского округа более 4 тысяч декоративных деревьев и кустарников. Луиза Егезарян, Айтадж Чирагова, Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин